Здравствуйте! Какие акценты делает власть в этом году на летний отдых детей? Ну, наверняка работа, конечно, к оздоровительному сезону начиналась намного раньше, и все надзорные органы провели обследование и подтвердили, да, что все объекты готовы, есть заключения и дети проведут там безопасность. На сегодня, если говорить, межведомственная комиссия по организации летней оздоровительной кампании, она работает теперь круглый год. Мы круглый год заслушиваем отчеты начальника управления. Вот если это заканчивается оздоровительной кампанией, мы начинаем рассматривать те проблемы, которые возникали в ходе, и как мы будем выполнять в течение года, чтобы к новому сезону прийти уже с теми недочетами, которые были выявлены. Сейчас, вот посещая лагеря, мы не с целью того, чтобы найти какие-то изъяны, мы для себя просто смотрим, какие еще трудности и проблемы, с чем они столкнулись, чтобы уже не допустить впредь никаких нарушений. Органы все проехали, посмотрели, у нас лагерь это фактически один круглосуточного пребывания, это мечта, которая в упорной, а то лагеря дневного пребывания, которые на базе находятся наших образовательных организаций. И, конечно, молодежные дворовые площадки, у нас их 21 в сельских поселениях и 10 в городе, мы смотрели их. Ну и виды туристические смотрим, это приюты наши, мы смотрим маршруты, которые должны быть лицензированы, и, конечно, безопасность перевозок, это обязательно. Какое количество детей планируется оздоровить, охватить вот этой кампанией летом? Речь идет об организованном отдыхе, я так понимаю. Если брать организованные, в любом случае, это разные виды, затратные и малозатратные. Затратные проходят через лагеря, где вкладываются большие деньги, и малозатратные это туристические походы, это поездки по различным акциям, друг к другу, то ли в гости мы едем, то ли это парки Кубани, там разные экологические акции. Даже с родителями, если ребенок выезжает, и заранее в школе это было обозначено и на педсовете, и на родительском собрании, мы включаем в план его оздоровление. Но каждый ребенок должен где-то поучаствовать, то ли это организованный, то ли это площадка, любой вид, он должен быть задействован. Меня заинтересовало, ездим в гости друг к другу, это соседние муниципальные образования, или это может быть куда-то вообще за пределы края? Да, это акция «Едем друг к другу в гости», это могут быть разные муниципальные образования, допустим, мы к себе можем приглашать, либо нас куда-то позвали, или мы там созвонили с какой-то школой. Это может быть на месте друг к другу в различные образовательные организации, либо в доп. учреждения, посещение различных учреждений. Татьяна Степановна, о безопасности мы, в принципе, уже поговорили, но вот еще и на эту же безопасность нацелен краевой закон. Летом усиливаются наверняка маршруты патрулирования, они как-то, может быть, меняются. Что-то изменилось за эти годы? Ну вот, за эти годы изменилось то, что, наверное, дети уже хорошо знают, что такое детский закон, закон 1539, но перед уходом детей в летнюю кампанию на родительских собраниях, на педсовете этот вопрос рассматривался. Ну да, мы подписывали документы. Да, подписывали они, они знают четко, до с какого времени они могут гулять. Если это организованный отдых, там есть вожатые, воспитатели, которые за этим отслеживают. Здесь, конечно, большая задача на летний период стоит перед родителями. Родители несут ответственность за нахождение своего ребенка в любое время суток. То ли это дневные, родители должны знать, а если вечерние, они несут персональную ответственность родителей и законные представители каждого ребенка. Они в ответе за них. Ну, журналистов всегда интересуют еще и цифры. Вот как ведется финансирование этой программы? Какие бюджеты участвуют, в каких долях? И, опять же, сельские поселения испытывают ли какие-то трудности? Вот, надо сказать, что консолидированный бюджет, если брать и прошлого года, мы в этом году, все деньги по всем программам были, по всем направлениям были заложены. Мы не уменьшили консолидированный бюджет. У нас немножко кое-где поменялись цифры. У нас в этом году меньше лагерей дневного пребывания за счет того, что проводится капитальный ремонт кровли в отдельных школах и капитальный ремонт по замене оконных блоков. Поэтому эти школы не попали в программы. Но количество детей мы увеличили. То есть охват увеличивается, софинансирование осталось на том же уровне. Край большую дает половину, это более полутора миллионов рублей. И 174 тысячи нашего местного бюджета мы вошли в софинансирование. Что касается лагеря круглосуточного пребывания «Мечта», он полностью находится на бюджете муниципального образования. Вот в общем у нас 12 миллионов 424 тысячи рублей. Если смотреть в соотношение, то, конечно, многое тянет заработная плата, питание детей. Ну и все остальное закладывается в эту сумму. Это большая сумма. Говорите, увеличили охват детей. За счет чего? Где эти дети теперь проведут лето? У нас увеличилось вообще количество детей, пребывающих в «Мечте». Пять смен – это уже 375 детей. Когда-то мы начинались 300. И каждый год мы стараемся наращивать количество детей, пребывающих в этом лагере. Мы видим, что еще мощности не до конца у нас заполнены. Если на следующий год мы ремонтируем еще два домика, мы еще количество детей будем там наращивать. За счет того, в туристические походы увеличили количество лицензионных маршрутов по сельскому поселению Ахметовскому, Мостовской район и выход на море мы. Очень интересные маршруты с опытными провожатыми. Детям обеспечивается полностью безопасность на прохождении. Я думаю, это досположительный эффект. Веломаршруты ввели. Это тоже интересный вид спорта. Кто поведет детей? Детей ведут те, кто находится на станции юных туристов. Есть комбинированный маршрут. И пеший, и вело, и водный. Но везде безопасность на первом месте. А скажите, уже сформированы вот эти группы или еще не поздно подать заявки? Вообще, как вот реагируют? Сейчас наши телезрители услышат и появится интерес, может быть, у многих родителей. У нас это, естественно, образовательная организация. Образовательная организация, администрация школы. Они рассматривают поданные заявки. То ли ребенок, если он начальная школа, он попадает в лагерь дневного пребывания. Или, может быть, тематические площадки вечерние. Бывают и такие при школах. Спортивные площадки, которые работают и в вечернее, и в дневное время. Есть лагерь круглосуточно. И есть еще через отдел семьи детства у нас те путевки, которые на море, на Черноморское побережье. Конечно, очередь там большая очередная. С января уже люди стоят. Но это электронная очередь. Всегда можно выйти на сайт и увидеть свою фамилию, и отслеживать, сколько поступило путевок, сколько детей поехало, и какой ты стоишь по очереди. Это легко. И, конечно, еще у нас идут путевки через управление социальной защитой населения. В основном получают их семьи, которые находятся в трудножизненной ситуации. Дети, которые воспитываются в семьях в социально опасном положении, многодетные семьи. Там формируют эти группы управления социальной защитой. И есть еще немножко путевок у нас через управление образования для одаренных детей, талантливых детей. Есть и такая градация победителей, краевых конкурсов, олимпиад, фестивали. Вот тоже группы такие формируют. Как поощрение. Как поощрение ребенку бесплатное. Татьяна Степановна, ну вот я знаю, что многие подростки хотят еще и подзаработать немножко во время летних каникул. Какая возможность есть у наших подростков? Куда обращаться они должны? На предприятие? Или это все-таки опять в школы? Вот трудности с трудоустройством детей есть. От 14 лет до 18. Первое, конечно, куда? Это администрация школы. Мы создаем ремонтные бригады. Подсобные рабочие. 400 тысяч закладывается центру занятости населения. Идет в софинансирование. Что краевой дает бюджет и наш немного бюджет. И большое количество, более 300, они проходят ремонтную бригаду. Не настолько это сложные работы. Это по приведению школы в порядок. Пришкольные участки. То есть дети работают в образовательной организации. Есть у нас в городском поселении, это Новые Тимуровцы. Там тоже заложено определенное финансирование. И дети туда могут обратиться. И они идут. Это помощь ветеранам на дому. Это помощь пожилым людям. Это вопросы благоустройства парков. Они в каких-то участвуют бригадах. Есть трудности другого характера. Что, конечно, на предприятие, на сегодня, если тебе не исполнилось 18 лет, очень трудно работодателям идут на то, чтобы заключать соглашение. Вот мы сегодня и планерное совещание было опять перед главами поселений. Ставили эту задачу, что необходимо детей все равно хоть на полставочки, но брать, поработать. Особенно те, которые состоят на любом из видов ведомственного учета. Это очень важно для всех нас, когда. Но это и трудовое воспитание, и действительно помощь финансовая для семьи. Или все-таки из того, что вы перечислили, есть и волонтерская работа, которая не оплачивается. Вот это я говорила об оплачиваемой работе. А вот такая, как парки Кубани, у нас много или школьные лесничества, это бесплатная работа. Дети там работают, на этих участках, деньги за это не получают. Но они обустраивают парки, скверы, небольшие, где лесничество есть. Там детки работают. Это в удовольствие с учителями географии, биологии. Это познавательного характера. Приходя, допустим, в парк, они изучают растения, которые там растут, деревья, или проходят по скверу, видят памятник какой, историческое его значение. То есть вот такого познавательного характера еще есть. Татьяна Степановна, официально, когда закончится летняя здоровительная кампания, это обычно бывают первые числа августа, так? Ну, вообще до конца августа мы работаем. У нас лагерь «Мечта» работает до самых последних дней августа. Так смены расписаны. Вот все тематические площадки, они будут работать. Немножко меньше работают дворовые площадки, насколько денег заложили. Бесплатно они будут работать открытыми. Ну, наверное, педагоги уже неоплачиваемые. Будут энтузиасты, если найдутся, пожалуйста. Но там раньше заканчивается. А все остальное до конца лета. Мы не можем сокращать сроки увеличения. Как будет контролироваться ход этой кампании? Или же проведены все необходимые совещания, заседания, разработаны планы, проекты, и этого достаточно? Нет. МВК у нас засетает ежемесячно. Мы будем делать плановые выезды. Вот я на открытии была лагеря «Мечта» вместе с начальником управления образования. Мы планируем выезды во все лагеря. Контрольная функция, она никогда не уходит от межведомственной комиссии. Я же говорю, не с целью нагоняю, а поехать, посмотреть, увидеть что-то интересное. И, может быть, посоветовать другим лагерям брать это и заниматься такими же направлениями работы. Ну и поддержать детей для них тоже будет важно, чтобы внимание уделяется. И, конечно, Роспотребнадзор на контроле. Это все надзорные органы. Пожарники выезжают. Ну, я говорю, в этом году очень мало замечаний было по лагерю «Мечта». Это как бы положительное уже то, что из года в год мы наращиваем темпы и улучшается его база. Мы уже говорили о том, что все-таки вся ответственность за детей лежит на родителях. Наверное, следует еще им напомнить об их обязанностях. И сегодня такая возможность у вас есть. Ну вот, если межведомственная комиссия, она отслеживает группы организованных детей, там ответственность несет и директор лагеря, и несут педагоги, которые находятся с детьми. Но в любом случае дети возвращаются домой. И мне хотелось бы еще впереди два с половиной месяца обратиться к родителям. Но будьте бдительны, знайте, где ваш ребенок находится каждые пять минут. Вот мы от комиссии по делам несовершеннолетних проверяли берег Лобы. Мы нашли деток, которые уже в начале июня, холодная вода, большая лоба идет, река, они ныряли с тарзанки. Вот мы обращались в МЧС, срезали там эту тарзанку, но она же не одна. И когда спрашиваем, родители знают, говорят нет. То есть дети сами себе становятся предоставлены. Может положились на более взрослых, еще на кого-то. Но если вы не будете заниматься своими детьми, никакие комиссии, никакие надзорные органы, мы не сможем везде поставить препоны, чтобы они у нас где-то не попали. Ну нас-то людей, ну что система профилактики, не настолько много, но мы беспокоимся о ваших детях. Мы мотаемся вечерами и днем. Так будьте же и вы взаимовежливы с нами. Знаете, где ваш ребенок каждую минуту и каждый час. И тогда результат будет положительным. Ну вот на этой ноте хотелось бы завершить наш актуальный разговор. Пусть это действительно лето пройдет без происшествий, чтобы все детки хорошо отдохнули, поправили свое здоровье и с хорошим настроением целые живые невредимые отправились в школу. Спасибо. Будем стараться. Удачи всем вам. Спасибо. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok